Так, мы сегодня говорим о семье и создании и сохранении семьи в мегаполисе. Мегаполис означает очень большая занятость, мало сил, мало энергии, много дел. И нужно понять, что поможет сохранить семью. Нужно также понять, что семья разрушается экономерно. Это не то, что случайность какая-то. Есть определенные причины, почему это происходит. Главная причина заключается в том, что люди часто не понимают, зачем нужна семья и как себя в ней вести. Но если говорить о мегаполисе, то также важно понять, как нам получать силы. Потому что часто людям не хватает сил быть вместе. Это тоже очень важно. И мы сейчас будем об этих вопросах с вами говорить. Это очень ценные такие глубокие темы. Итак, первая ошибка заключается в том, что люди думают, что семья создана для счастья. Для любви, для счастья. И это значит, это касается всех людей, не кого-то, а всех. Мы ждем счастья от близкого человека. Во всех священных списаниях говорится, что чем больше я жду счастья, тем менее становлюсь счастливым. И это ожидание счастья, оно естественно для человека, потому что мы еще без счастья жить не можем. Например, веды говорят, что эта энергия психическая, которая называется прана, это и есть энергия счастья. Она движется по всем психическим каналам. Энергия счастья нужна даже всем органам в организме. Например, сердце питается добротой, печень стабильностью, спокойствием. Позвоночник питается мягкостью характера. Если у человека жесткий характер, у него страдает позвоночник. Если человек испытывает грубость, страдает сердце. Обидчивость, страдает поджелудочная железа. И так далее. Каждый орган связан с какими-то чертами характера. И это все энергия счастья. Энергия счастья нам нужна. Мы без нее жить не можем. Но мы не знаем, как ее добывать. И, ну вот, допустим, в песне предлагается такой вариант. Сколько дней проводила за счастьем в погоне. Ворожила над ним, колдовала. Случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое обывала. Это зря говорится, что надо счастливое родиться. Надо только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердца ленивого спасибо. Чтобы за каждую малость оно говорило спасибо. 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 Есть очень много чего сказано ценного. Так, первое, надо понять, что наше ожидание счастья, это означает, что мы не знаем, как жить просто. Потому что мы хотим все счастья, но мы его ждем. Значит, что мы не знаем, как жить. Например, ребенок болеет, мать переживает об этом. Это естественно, правда ведь? А есть, кто не переживает. Сразу возникает вопрос, что это чужой ребенок. Давайте поднимите руку. У кого сейчас ребенок болеет, и вы переживаете. А у кого ребенок болеет, и вы не переживаете. А вы почему не переживаете? Ну-ка, микрофончик ей дайте. Сейчас мы кое-что поймем. Очень важное и ценное. Что я знаю, почему она не переживает. Ну, во-первых, у меня двое деток болеют сейчас. И плюс еще муж. Ну, потому что я все, что я могу, делаю для лечения детей. А все остальное, это высшие силы. А вот в свободное время от того, как вы для них что-то делаете, вы еще что-то делаете вообще, нет? Молитва. Вот, видите, как интересно. Так вот, мои хорошие, смотрите, одна мать провожает в армию сына и говорит, я тебя благословляю, у тебя все будет хорошо. А для того, чтобы все было хорошо, я буду совершать усилия внутренние, я буду посты совершать, молитвы, людям помогать, свечки ставить там и так далее. Один вариант. Второй вариант. Плакч. Чувствуете два разных варианта? Они зависят от настроя. Если я жду счастья, и у меня его отнимают, какой вариант? Слезы. Если я принимаю судьбу, за каждую малость, она говорила спасибо, оно говорило спасибо. Что значит спасибо? Означает, я принимаю судьбу. Понимаете, для того, чтобы быть счастливым, сначала надо принять судьбу. Если человек не принимает судьбу, он хочет чего-то большего, как бы я бы могла себе найти получше. Вы знаете, женщины, что это является кодом для развода? Потому что мужчина, когда он смотрит в глаза женщины, он должен получить от них любовь. А если у нее есть такая мысль внутри, любви из ее глаз не придет. Потому что любовь идет только через верность. Через маленькое сомнение, любовь не идет, мужчина истощен, а он без любви женской жить не может. Результат? Goodbye, my love, goodbye. Вот так вы видите. Итак, сердце хочет счастья. И если я не настраиваюсь отдавать его, а это именно надо трудиться, еще отдавать нечего, если то нечего отдавать, тогда ты и не отдашь. Чтобы отдавать, надо еще знать, как принимать. Понимаете? Допустим, мы настроены принимать счастье от близкого человека. Вот я тебе готова приготовить, но ты неблагодарный. Вот когда будешь благодарен, тогда я буду тебе готовить. Это наше общее мышление. То есть вот сначала стулья, потом деньги. Понимаете? То есть это мышление не помогает быть счастливыми, но оно есть у всех людей. И с этим мышлением ничего не сделаешь, особенно если наступает плохой период в жизни. И мне вообще просто, в принципе, плохо. А мне никто хорошего, хорошо никто не дает. Мне плохо, а я хочу хорошо. И почему они этого не понимают? Это еще одна тема. Потому что мы, в принципе, очень слабо понимаем друг друга. Очень сильно друг друга понимают только святые люди. Мы хорошо понимаем друг друга, когда друг от друга идет наслаждение. Когда я наслаждаю близкого человека, он меня понимает. А когда люди влюбляются друг в друга, они вообще очень сильно друг друга понимают. Но когда влюбленность проходит, она пройдет обязательно. Можете в этом не сомневаться. Потому что вот эта энергия влюбленности, она всегда кончается. Влюбленность – это не любовь. Наслаждение человеком – это тоже не любовь. Любовь означает, что я ему что-то отдаю. И любовь имеет три стадии развития. Первая стадия – принятие. Вот этот человек со всеми недостатками – это мой человек. Я принимаю его. С этого момента скандалы заканчиваются. Человек идет домой отдыхать, а не напрягаться. Он отдыхает дома. Почему? Потому что просто он принял. Один мой знакомый пришел к наставнику, говорит, я в жене и это уже принял, и это принял. И это уже вытерпел. Все как бы, я все вытерпел. И мне уже от нее ничего не надо. Может мне в монастырь уже идти пора. На полном серьезе он пришел к наставнику с этой мыслью. Говорит, а мне уже ничего не надо. Я уже все как бы. Он говорит, вот теперь у тебя будет счастливая жизнь. Когда тебе и так и получилось, представляете, они потом начали счастливо жить. Потому что ему уже ничего не надо. А почему ему ничего не надо? Потому что он берет от Бога, понимаете? То есть он наполняется, как надо человеку жить? Надо наполняться от Бога и отдавать близким. И когда ты так делаешь, через некоторое время у них в сердце появляется благодарность. Но не в поведении. Вот, допустим, если девушка начинает готовить, готовить к мужу, она старается. Что с мужем происходит? Он привыкает к этому, да? И говорит, вот правильно лекции читаются. Мне просто по судьбе положена такая жена, чтобы она мне готовила. Вот. И готовь, продолжай, все так же делай. Все, спасибо тебе за это. Ну, это мне по судьбе так положено. Но внутри, в сердце, приходит благодарность за такое поведение близкого человека. Потому что благодарность – это не мое чувство. Это то, что в сердце у каждого человека есть Господь. В виде совести он живет. И эта совесть просто благодарна. Совесть. То есть Бог в сердце благодарен. А близкий человек расслабляется в это время. Но благодарность является основой для воспитания. И если я просто человеку что-то говорю, он не будет слушать. Но если он благодарен от моего вот такого поведения, я просто служила или служил и ничего не хотел взамен. Понимаете, если хочешь чего-то взамен, неблагодарности не будет. Будет обида. То есть я приготовила мужу, а он спасибо не сказал. Это бескорыстно? Нет. А почему я жду от него спасибо? Потому что я не в Бога, а в мужа верю. Я хочу счастья от мужа. Правильно мышление? Это мышление обычное. Все женщины хотят счастья только от мужа. Но это мышление никогда не помогает. Потому что на основе этого мышления все скандалы возникают в семье. Почему? Потому что я хочу счастья, а он не понимает. Вообще, кто мне такой достался? Надо понять, что муж появляется в жизни не для того, чтобы меня сделать счастливой. Он появляется в жизни для того, чтобы я сдавала все свои экзамены. А если экзамены сдам через него, тогда я буду счастливой. Он является точным отражением моей судьбы. Одна женщина у меня спросила. Евгений Геннадьевич, вот вы чувствуете судьбу людей. Скажите, как мне почувствовать тоже судьбу, как вы? Я говорю, вы просто вот вспомните всех своих друзей, знакомых, близких. Мужа вспомните, директора завода. Вот это и есть ваша судьба. Они все проявляют вашу судьбу, эти люди. Если вы все это принимаете, это первая стадия победы над судьбой и первая стадия счастья. Принять все, что тебе Бог дал. А принять непросто. Для этого тоже надо счастье откуда-то брать. Потому что, чтобы принять, нужно для этого силы. Вот эти силы берутся от внутренней жизни. Но большинство людей в этом мире, они не занимаются никакой внутренней жизнью. Они ничего не делают для того, чтобы быть счастливым. Понимаете, мы должны научиться наполняться сначала, чтобы потом отдавать. И особенно это актуально в мегаполисе.